Приветствую вас, и вначале хотелось бы уточнить насчет вашего здоровья, то есть вы описали его очень неоднозначно, вы описали его довольно расплывчато, а это очень важно, то есть вам необходимо четко обозначить свои проблемы. С точки зрения медицины, понятно, что нужно для улучшения этой ситуации, этой проблемы, и может быть пройти соответствующий курс лечения. Дальше. Дальше момент довольно-таки неопределенный, довольно-таки расплывчатый, потому что причин того, что вы на гитаре, может быть много. И в первую очередь это то, как вы предпринимаете себя в отношениях. Не стараетесь ли вы слишком быть той, кем он хочет вас видеть? Не стараетесь ли вы слишком сильно казаться? Вы пишите, что для того, чтобы избежать определенных неловкостей, вы там, вот, избегаете некоторых моментов. Вопрос. Что за неловкостей? Почему вы их избегаете? Как вы собираетесь жить с человеком, если вы до сих пор не раскрылись ему полностью? Если вы до сих пор, по сути дела, как бы еще встречаетесь с ним? То есть вы вместе еще с ним себя не видите, а вы с ним встречаетесь. Первое, что вам нужно сделать, это спросить себя, доверяете ли вы ему так же, как и себе? Если доверяете, то необходимо поделиться с ним своей проблемой. Всем необходимо с ним поделиться, чтобы вас волновало. Пусть он узнает, какая вы есть на самом деле. Потому что, рано или поздно, он либо это действительно узнает, либо вы на этой почве начнете ссориться. И не дай бог, я думаю, можете расстаться. Чтобы этого не произошло, необходимо ему довериться. Сообходимо рассказать ему все как есть, дабы вы в первую очередь сняли с себя вот этот груз, который на вас дадут сейчас. В отношении него груз снимите, а дальше вместе подумайте, как можно эту проблему решить. Потому что, вам в начале, конечно же, будет тяжело. Вы в начале проблему не исправите. Так вот сразу. Но я не случайно сказал вам о том, чтобы вы обязательно разобрали медицинскую сторону вопроса для того, чтобы понимать, как спровоцировать процесс таким образом. Чтобы он проходил. Ага, у вас легче. И я полагаю, что здесь будет уместно. Слово форс-мажор. Слово критическая ситуация. Когда вот уже нельзя откладывать. Когда вот еще чуть-чуть. И все. Вот эту ситуацию, возможно, вам нужно у себя вызвать. Дабы произошел первый прецедент. Того, что вы сейчас хотите. И это положит начало. Какое-нибудь. Какое угодно. Но начало. В купе с разговорами с вашим мужчиной. Об этом. Вы имеете все шансы эту проблему решить. Продиктована она, эта проблема тем, на самом деле, что для вас семья, отдельное проживание, есть мечта. То есть то, к чему вы все время стремились. И для вас это является высокой субъективной ценностью. И потому возникают такие проблемы. Если бы не было это для вас цен, то тогда не было бы и таких проблем у вас. И предыдущим молодым человеком вы, вероятно, чувствовали, что в долгосрочной перспективе вы вместе с ним все равно не будете. Именно повышенная субъективная ценность опосредует такую вот реакцию на то, что вами воспринимаются, как, скажем, последний барьер в доверии мужчине своей мечты. Последнее препятствие на пути к своей мечте. Потому что сознание ваше настолько привыкло, что мечта это где-то там, что все время что-то мешает, что сейчас у вас мешает именно это. И только означенный способ поможет вам решить постепенно, со временем эту проблему. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok